Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Александр Анохин, мне 20 лет. Я учусь сейчас на втором курсе. Учусь на управлении бизнесом и менеджмент. Собираюсь учиться в общем 4 года, то есть мне осталось 2. А какие языки знаете? Знаю 3 языка. Родной мой язык это русский. Также знаю литовский и английский. Учитесь ли вы на английском языке в университете? Да, учусь. Насколько вам легко или сложно воспринимать лекции на английском? Мне довольно-таки легко воспринимать лекции на английском, так как я знаю английский в совершенстве. Ну, соответственно, и читать тоже легко? Да, читать. А что вы думаете о системе изучения английского языка? Ну, я не могу объективно на это взглянуть, но сам считаю, что довольно-таки хорошее. Дополнительные занятия не нуждаются? Нет, не нуждаются. И основной информации, которая дается на лекциях, хватает? Да, вполне достаточно. А почему выбрал именно Латвию? Выбрал Латвию, так как в Литве я не могу изучать что-либо на русском языке. Поэтому пришлось выбрать Латвию, и мне моя хорошая подруга порекомендовала этот университет. А возникали ли какие-либо сложности в начале обучения? Самая большая сложность была то, что я не знал латвийский язык, в остальном нет. А есть ли какая-либо существенная разница между тем, как преподаватель в классе и естественном языке? Да, есть разница в математическом и языковом обучении. А сложилось ли уже какое-либо мнение преподавателя? Да, сложилось мнение. В моей стране преподаватели более жесткие, а в этой стране они более дружелюбные. А вы как-нибудь планируете свое время после занятий? Нет, никак не планирую. А чем вы занимаетесь в свободное учебное время? Как отдыхаете? Я люблю читать книги, и также я предпочитаю игру на скософоне. А было ли какое-либо хобби, которым вы занимались у себя и продолжили заниматься по приезду в Афель? У меня за период моей жизни было много хобби, но оно не продолжалось достаточно длительный срок, чтобы я мог им здесь заниматься. Какой ваш главный источник дохода? Мой главный источник доходов – это меня снабжают родители, также у меня есть кредит в банке, и я временно подрабатываю. Вы можете сказать, примерно стоимость вашего желания в месяц? Ну, примерно где-то 500 лат. Ваших доходов хватает, да, для учения? Да, хватает, абсолютно. А каковы планы после окончания университета? После окончания университета я собираюсь поехать в Литву, так как там живут мои родители и у друга работать в компании. Будете ли рекомендовать университет Ресайл по приезду домой? Да, безусловно буду. Имеете на данный момент медицинскую страховку? Да, имею. Где сейчас живете? Сейчас живу у знакомых в квартире. Вам там комфортно? Да. Спасибо. Спасибо.